Хочу сказать, что это чудо Божье. Это чудо Божье. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. Малый Бог. Знаете, просто есть семьи, где Бог благословляет. И знаете, вы все знаете, что у некоторых людей любые благословения приходят так легко, так естественно. Некоторым нужно за это посражаться. Некоторым нужно постоять в вере. Некоторым нужно, знаете, востребовать иногда. Сказать, что Бог, почему я, почему у меня чего-то нет. Аминь. Я знаю, что это семья, они так хотели. У них был период, когда они ждали, они верили. И знаете, это пример того, что вера, она работает. Аминь. Вот то, что они держат на руках, это их вера, это их желание, это их доверие Богу во имя Иисуса. И не опустили руки, не сказали, ну сколько ж можно. Время не прошло. У Бога нет времени. Аминь. У Бога нет времени. Знаете, как вчера у нас на школе приводили такой пример. Мы знаем, что Библия говорит, что у Бога один день, как тысяча лет, да? Тысяча лет, как один день. И сын молится к отцу и говорит. Отец, у тебя, ну как бы, тысяча гривен, это у тебя как одна копеечка. Один день, там, как тысяча лет. Дай мне, пожалуйста, копеечку. А Богу одну секундочку. Знаете, нам так иногда трудно понять, как это у Бога это время исчисление, как у Него это финансовое исчисление. Но Он смотрит на сердце. Понимаете, насколько мы в разных сферах с Ним понимание времени, понимание финансов. И это говорит о том, что Он смотрит на сердце. А мы так часто, знаете, обращаем внимание на временной отрезок, на финансовый отрезок, на отрезок чего-то, что мы можем потрогать. А Он смотрит на наших сердцах. И так трудно было мне раньше понять, как эта вдова, она положила эту лепту. Ой-ой, и Бог отметил. Говорит о том, что все, уделить внимание ребенку, да? И мы сейчас будем молиться. И они, родители Ярослава и Олег, они принесли ее в Дом Божий. Они родились здесь. И они понимают важность того, что это важно принести. Потому что, когда Иисус родился, Его тоже принесли в храм. Благословицы. Для нее это первый день. Все хорошо, что она плачет. Знаете, родители часто переживают, что ребенок не плакал. Благословица плачет, он заявляет о себе. Она заявляет о себе в духовном мире. Она говорит с нами, она не плачет, она говорит с нами. Это у нее сейчас такое общение с нами. И мы сейчас будем молиться. И я верю, что Ярослава и Олег, они четко понимают, зачем они здесь. И я верю, что они понимают, что они своим присутствием здесь. Они обещают Богу, что они этого ребенка посвящают ему. Что они будут вкладывать в нее Слово Божье. Чтобы она передала и пронесла это дальше своим детям. Что это семя праведности. Семя праведности. Оно будет благословлено во имя Иисуса Христа. Всеми благословениями, которые только Бог хочет ей дать. Потому что Бог, Его все намерения, они во благо. Все намерения во благо. Отец Небесный, мы приходим к тебе прямо сейчас во имя Иисуса Христа. И мы благословляем зарядом. Это чудо от тебя, Отец. Это дар и подарок свыше, мой Бог. Это только то, что ты мог дать, Бог. Спасибо тебе. Я так благодарна тебе, Отец, что ты сотворил ее. Ты соткал в утробе. Ты когда смотрел на нее, ты уже знаешь. Ты знаешь, какие дары вложены в нее. Мы еще не видим, но ты уже знаешь, потому что ты вложил в нее. И, Господь, мы молимся прямо сейчас. Что это ребенок. Он для тебя, Господь. Он посвящен тебе. Чтобы ты, великий Бог, сохранял ее. Чтобы ты ее поднимал. Ты давал мудрости родителям. И правильно направлять ее в том направлении, в котором ты, наоборот, хочешь ее увидеть во имя Иисуса Христа. И мы прямо сейчас провозглашаем над ней крепость Божью. Крепость Божью во имя Иисуса Христа. Ум Христова. Светлый радость. Я славлю тебя, что этот ребенок, это ребенок радости. Это ребенок радости. Это ребенок, который будет приносить радость во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя, что она послужит для тебя, Бог, для твоего царства, для своей церкви, мой Отец. Для людей, которые нуждаются. Что это чудо, Бог, это твое чудо, великий Отец. Мы славим тебя. Мы благодарим тебя, Отец. И мы благословляем Заря во имя Иисуса Христа. И мы говорим, что Дух Господень на ней. Дух Господень на ней. Дух крепости во имя Иисуса Христа. Отец, мы любим тебя. Мы благословляем тебя, Отец. Я благословляю прямо так же сейчас родителей Олега Ярослава во имя Иисуса. Чтобы Божья мудрость, она пребывала на них каждый день, каждую секунду. Потому что ты даешь мудрость, и как только мы в ней нуждаемся, просим тебя, великий Бог, терпение и материя. Чтобы твое сердце, оно просто опустило хвызни сердца. Чтобы они видели свою заряду, как ты видишь, каждого из нас, Отец. Чтобы у них было много милости к ней, много терпения, Отец. Много добрых слов. Чтобы слова жизни, они проистекали из ихних уст в ее жизнь. Спасибо тебе, Великий. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И это свидетельство, которое вы можете повысить в вашем роде. Такие радостные моменты. Аминь. Такие радостные моменты. Слава и Сухи. И знаете, у меня внутри так, вы многие, кто смотрит сейчас, и многие говорят, что мне так жалко, что это не было со мной, что это не было с моим ребенком вот так. Вот так празднично, вот так, чтобы церковь благословила. Я хочу сказать, вы прямо сегодня можете это начать делать для своего ребенка. Все, что здесь происходило, родители посвятили Богу. Они ее любят и будут вкладывать. Там, где вы есть, вы можете сегодня начать делать для своего ребенка вот то же самое. И не сожалейте ни о чем. Начинайте сегодня. Аминь. Только, знаете, отпустив заднее, мы можем шагнуть вперед. Спасибо.